Здравствуйте, друзья! С вами Кулич и это Тряхнём Старьём. Тёплый ламповый обзор из старых комиксов, вышедших в России в 90-е. Давно не было новых роликов, но сейчас, как говорится, случай подвернулся. Мы находимся сейчас в Санкт-Петербурге на Большом фестивале. И здесь я встретился с своим другом хорошим, коллекционером, организатором конвента Фанкон в городе Уфа, Булатом Исмогиловым. Привет, дорогие друзья! И с Булатом мы встретились не случайно здесь и снимаем это видео, потому что этот выпуск «Тряхнём Старьём» мы посвятим самопальным пиратским комиксам, которые выходили в 90-х годах. Как вы понимаете, в 90-е с законом вообще в стране было туговато, а уж с авторским правом так тем более. Поэтому многие комиксы попросту пиратели. То есть не заморачиваясь над выплатой денег правообладателям, люди, ушлые дельцы просто выпускали комиксы на плохой бумаге, с отстойным переводом, с паршивым качеством. И вот у Булата в коллекции есть несколько очень интересных комиксов. И сейчас, я думаю, Булат покажешь и расскажешь нам о своих экземплярах. Ну давай, поехали! Я, наверное, расскажу только о двух категориях. Я фанат «Большой черепашек-ниндзя» и «Диснея». И в моей коллекции поэтому есть только такие пиратские комиксы. Пиратскими назвать их, некоторые из них очень трудно, потому что они печатались с оригиналов, а некоторые же рисовались вручную. То есть кто-то из хороших умельцев-художников пытался повторить оригинальные творения великих художников Диснея, или же Кевина Исмана и Питер Лерда. Я не считаю, что большинством кто-то из них преследовал, конечно, финансовую цель. Может быть, она и была. Но в то время мало выходило вообще журналов. И люди хотели читать, люди хотели что-то подарить, привнести новое, чтобы поделиться радостью. Например, до сих пор существуют фанатские переводы некоторых комиксов, на которых в России нет лицензий. К примеру, у «Черепашек-ниндзя» есть вот восьмой номер с серебасом, у которого сложные авторские права. И даже и АДВ не может его перевыпустить, потому что очень большая чехарда, разные художники, разные авторы. И из-за этого существуют так называемые любительские переводы, печати. Некоторых из них я сейчас расскажу поподробнее и с вами поделюсь. Давай, мы с удовольствием посмотрим. Давайте начнем, наверное, с Диснея. У Диснея есть номер за 92-й год. В 1992 году вышел выпуск «Утиных историй». В нем было два выпуска об «Утках» и один о «Чипе Дейле». Теперь перед вами два выпуска. Каждым из них отдельная история. Эта история полностью повторяет то, что в номере 1992 года. Однако вы видите, какого качества бумага, что она желтая. Причем текст и полностью леттеринг, все повторяется. То есть это, грубо говоря, ксерокопия с оригинального выпуска «Эггмонд России». Но вот в таком вот очень-очень сжатом виде. Очень скудного качества. 12 страниц всего, да, я как погляжу? Такое ощущение, что у людей просто на принтере, где они так сирили, было мало красок. И поэтому вот покажи вот этот экземпляр. Здесь вот желтые цвета, да. Здесь присутствует голубой, вот. По идее, конечно, вообще для чего и зачем делался он, я не понимаю, но при этом такмаксская тифография, вот. А тираж, где... Никаких выходных данных абсолютно нет? Я обыскался абсолютно все. И нет ни у кого никакой информации вообще об этих журналах. Вот это что касается дикого пиратства. Теперь я покажу комиксы, которые печатались с оригиналов. То есть просто переводились. Таких не было, простит. Это, я так понимаю, черепашки-ниндзя уже конкретно. Это еще Микки Маус. Нет, а, это Микки Маус, да. Вот возьмем вот такой вот номер. Да, очень интересно. Во-первых, формат сразу. Карманы, чтобы... Формат карманы, да. Обычный сингл Микки Мауса выглядел вот так вот. Вот, для вас. Вот, в чем его интерес? Во-первых, такой выпуск есть на русском языке. Он сегмента России, печатался. Я сейчас затруднюсь ответить, к сожалению, какой номер это. Секунду, смотри, скажем сразу нашим зрителям, что это обложка комикса. Это не первая, обложка здесь не оторвана. Просто прямо вместо обложки идет первая страница комикса. Вот такая вот интересная сзади картинка вы можете посмотреть. Она какая-то, конечно, страшная, вот, неприятная даже, скажем. Реклама. Город Казань. Тираж впечатляет. 270 тысяч штук. Мне кажется, это вряд ли соответствует действительности. Где остальные 699 тысяч 999, непонятно. Вот это ценник, видимо, 3,85. Какой год? Год 91, когда он у меня появился, я даже не могу вспомнить. Я его у кого-то выменял. Две истории, эти истории есть уже. На русском. Вот. Тоже какой-то зачем и для чего делалось, к сожалению, непонятно. Теперь я вам... А вот об этом комиксе я тебе перебью, я рассказывал. Это комикс, который в детстве у меня был, он у меня сейчас есть, правда, без обложки. Это комикс, который издательство Казань выпустило Микки Маус, которых, я думаю, прав на это не было. Они взяли просто немецкий комикс Микки Маус, перевели его. И в детстве я абсолютно не понимал, почему дядюшка Скрудж, который известен всем был как дядюшка Скрудж, в этом комиксе его зовут дядюшка Дагоберт. А племянников зовут, если не ошибаюсь, Трик, Трак, Тик, Так и Трик. Оказалось, что это немецкие имена этих персонажей, а так как комикс переводился, пиратился именно с немецкого, то, собственно, это все и объясняет. Ну, даже тут слова на немецком. И у Блатова комикс просто в идеальном состоянии. У меня он, да, я его, по-моему, показывал, но у меня действительно без обложки, без пары страниц. Даже календарь в середине сохранился на 92-й год. Его, наверное, можно показать. Его показать покрупнее. Да, комикс мне повезло найти в таком шикарном состоянии. Спасибо другу моему, Олегу. Тираж тоже довольно-таки крупный, 100 тысяч. Но сейчас найти его очень сложно. В чем большая проблема, даже, так скажем, коллекционирования ретро-комиксов? На самом деле, по факту, сколько доходило в магазины, а село, никто не знает. И искать их становится очень тяжело. И проблему это, вот, мониторить сайты, парохолки, очень трудно. Вообще, тут даже сзади виден анонс второго номера. Да, вот что интересно. Да, но второй номер никто никогда не видел. Да его и не было, я думаю. Я думаю, тоже, потому что хоть кто-то об этом бы знал. Жалко, конечно, потому что, несмотря на очень странный перевод, имена, да, я очень люблю Дисней. И на русском для меня, если бы вышел еще один какой-то комикс, я был бы этому дико рад. Что касается вообще самого комикса. Здесь еще, как и в старых выпусках, нет никакой рекламы. Здесь нет ни конкурса. Здесь только несколько историй. Две истории тут. Есть еще один очень интересный комик. К сожалению, с собой я его не взял. Называется «По следам мутиных историй». У меня он тоже есть, да. Это издательство «Милосердие». Тоже «Казань». «Казань» в плане Диснея отличилась. Три выпуска Диснея, они напечатались именно в Татарии, в Казани. Я думаю, что в то время детям просто нечего было, так скажем. Мало было детских каких-то книжек, а была большая волна диснеевской вот этой популяризации. И, наверное, на фоне нее эти комиксы и печатались. Потому что вот у меня в Уфе появились первые комиксы «Микки Маус» в 93-м году. У меня мама работает в библиотеке, и, соответственно, у нее в книжные магазины была и возможность всегда доступа, то есть на заказ. И ей всегда сообщали, зная мою любовь к журналам. Вот. Ну, они перевозились только в 93-м году. И вот если даже так повести аналогию, они печатались в 91-й, 92-й, возможно, по той и причине, что в регионы эти комиксы не попадали. И как-то регионально поддержать своих детских читателей для этого выходил в Казани, и для этого выходил в Уфе. И так я плавно перейду к Уфе, потому что в Уфе вышел мой любимый, наверное, пиратский комикс, о моих любимых героях, по которым, наверное, по моей футболке можно понять, это «Черепашки-ниндзи». Сейчас я вам покажу этот замечательный комикс. Вот я как раз хотел плавно перевести, а ты сам все сделал, Балат. Да, это комикс легендарный. Его все коллекционеры так и называют обычно «Черепашки-Уфа». Что он из себя представляет? Расскажи, пожалуйста. Так, это печать с Адвенчерс. Вот оригинал, с которого печатался. Это ТПБшка. Здесь три выпуска. Есть такая же... Надо сказать, что это, перебью тебя, это серия, которую выпускал Арчи Комикс. Это в оригинале, это комиксы издательства Арчи, вот они. Здесь были три первых выпуска этой серии, да? Я прав? Да, да, да. Есть они в синглах у меня, но я ТПБшку принес. То есть, раньше любили разбивать микросерии, объединять, потом можно было и в хардах печатать. У меня вот только пока в таком экземпляре. Давайте остановлюсь я на Уфимском поподробнее, и сразу мы увидим отличия. Во-первых, это, естественно, цвет. Но вы посмотрите внимательно, колонки совпадают прямо в идеале. Единственное, чего тут нет, это автографов и переведенная фраза о том, что это слова Кевина Исмана и Питера Лерда. К сожалению, у меня очень слабо с английским. Вот, Саша, может быть, сравнишь первые слова вообще? Перевод ли это? Я даже как-то и не задумался об этом. Да, сейчас посмотрим. Нет, это вообще не перевод. Это вообще абсолютно разный текст. То есть, в русской версии, аккуратно подержи там, пожалуйста, это он падает. Блок, подержи комикс, это он падает. Он порваться может. В русской версии явно просто аннотация, а здесь такая цитата Кевина Исмана про популярность черепах и Питера Лерда. Да, просто они не заморачивались, просто взяли, саннотировали комиксы. Я вот с типографией, к сожалению, так плотно не работаю, не знаю. Я вот, если сравнить, посмотрите, то есть, это не перерисовка, это именно перепечатка. Потому что, ну, нет, трудно так перерисовать. Это надо очень... Конечно, нет, я уверен. Это перепечать, ну, как сделали ее черно-белые. Я не думаю, что у Уфы были права на перепечатку. То есть, они не брали права. Давайте вот посмотрим сзади, что написано. Издательский гонорар, перечислятся в благотворительный фонд книги детям. Мираж, студия 98-й, перевод на русский, книги детям Уфа, 94-й, тираж 100 тысяч. У меня в детстве их было стопки. У меня друзья просили. Их использовали как раскраски. После чего их раскрашивая, выкидывались, потому что стоили копейки. И у каждого было их по много штук. Вообще, конечно, перевод очень классный. Очень бумага. 92-й год, посмотрите, у меня вот комикс очень в хорошем состоянии. Но я не скажу, что я прямо вот так хранил. Но бумага хорошая. Вообще, Уфа же славится комиксами муха, то есть, которая до сих пор в хорошем состоянии. И очень много выпусков можно найти. Вот. Я люблю этот выпуск Черепашек-ниндзя. Он у меня очень давно. Вот. И у Черепашек есть еще одно очень интересное издание. Издание... Да, давай посмотрим на него. Это вот действительно верх пиратства. Мне он очень нравится, этот комикс. Давайте сразу обратим внимание на название. Юные герои ниндзя-черепашки. И гениальная надпись сверху. Mirage Studio and Kuzma Comics Incorporated. Вот это классно просто. Это уже не копия американского комикса, это оригинальный самопал такой, да? Да, это уже рисованная история. Ну, потому что, во-первых, я не знаю такого сюжета. Может, я не... Не могу сказать, что я знаю каждую историю Черепашек наизусть, но этого не было, так скажем, потому что... Да и рисунок видно, что не лицензионный, неофициальный. Машина-черепах. Да, посмотрите. Ну и что говорить? Вот как тут назвали Крэнга? Давайте посмотрим. Крейн. Крейн, китовый мозг из X-измерения. Еще один загадочный противник-черепах мечтает превратить Землю в гигантский военный полигон. Панкующий кабан Бибоб, мрачный носорог Рокстеди, непоклебимая скала, два верных помощника Шреддера и Крейна. Крейна. Крейн, да, теперь это Крейн. Кстати, видите, имя Рокстеди перевели как непоклебимая скала. Ну, как бы, рок, скала и стеди. Интересно. Да, да, да. Кстати, вот такой рисунок. Ниндзя здесь похожа вообще на... Это Саб-Зиро. Да, да, да. Нет, на Скорпиона больше похож. Вот. Да, интересно. Вот такой рисунок. Но вы знаете, наверное, это первый фонар черепашек в России. Ну, тогда уже это, конечно, была Украина, потому что Симферополь, да. Тавре, 93-й год. Да, то есть все, это уже Украина. Тираж 50 тысяч. Это сейчас большая коллекционная редкость. Очень дорогой журнал. Очень редкий. Если честно, я бы, если бы не был большим фанатом черепашек-ниндзя, я бы за ним не охотился. И вообще мне он достался довольно случайно. Мне человек сам написал и предложил его купить, зная мою страсть с черепашками и коллекционированием старых ретро-комиксов. Потому что искать его можно долго и трудно. И по большому счету какой-то библиотечной ценности в нем нет. Потому что это не... Не оригинал. Не оригинал. Ну, конечно, когда есть все, ну, нет одного, коллекция, конечно же, тебя начинает немножко... чувствование незавершенности. известны какие-нибудь примеры других самопальных изданий, переводных комиксов в России, то пишите в комментариях, рассказывайте нам о них, присылайте фотографии. Все это очень интересно. Ну что ж, на этом выпуск трехнем старьем завершен. Всем спасибо. Пока. 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 Субтитры сделал DimaTorzok